Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дед мой родился в 1878 году в дворянской семье, богатой. Учился он в Германии, в Липцеге. Приехав, он женился на моей бабушке, и у них было трое детей. Старшая моя мама, 1902 год, затем дядя Ваня, брат моей мамы, наконец, сестра, младшая моя мама, тетя Шура, 1907 год. Значит, на Первой мировой войне дед был офицером, командовал. Воевал он на южном направлении, Житомирском, до конца войны. Когда было уже объявлено, ну, конец войны, была организована Белая гвардия, дед был у Деникина. Вот, и когда распалась армия Деникина, они уезжали через Одессу, эмигрировали. Дед остался, потому что у него здесь было много родних, о которых он должен был заботиться. И он, вот, до 37-го года, про который фактически я и хочу рассказать, они жили в этом доме. Да, я с трех лет все время гостила у Дени и бабушки, потому что, хотя я родилась в Большом Каретном переулке в 29-м году, детский сад, который у нас буквально был во дворе, в Большом Каретном переулке, мама категорически была против него, говорила, что там одинаково для всех воспитание, и всех точно штампуют, так что там тебе делать нечего. И она меня отправила к бабушине, и я там фактически жила. В 37-м году получилось так, что на него написали донос соседей, которые вселились в наши комнаты, которых вселили вот в наши четыре комнаты, и привлекли туда дядю Ваню. А дядя Ваня кто дедушке был? Да, сын, он мамин брат был, она два года старше ее, и жил с нами на Дроневской. И дядя Ваня меня любил, он меня часто на руки брал, подбрасывал вверх, все говорил Андрей Воробей. Вот, поэтому я против него, из нашей семьи вообще никогда никаких ссоров не было, ссор не было. Да, поступив на завод серпомолот, дядя Ваня вступил в партию. Но тоже никогда никаких речей я от него не против дяди, не против бывшей власти царской, я имею в виду, я не слышала никогда. Хотя я там все время жила. В общем, вот, они написали донос о том, что дядя ввел контрреволюционную пропаганду против революции. Хотя дед мой был очень осторожный человек. У нас был приемник у деда, большой, принимавший все станции. Но я ни разу не слышала, чтобы дед его при мне включал. Или, например, на именины деда у нас была большая комната, гостиная, столовая. Стол громадный раскрывали, раздвигали. Было очень много гостей, родни деда. Но я тоже ни разу не слышала, чтобы дед что-то говорил против революции, против этой власти, которая фактически у нас все отняла, все дома и все такое. Поэтому для меня все это было удивлением. Но дело в том, что мамина сестра, тетя Шура, ну, которая ее младше была на 3-4 года, что ли, она была замужем, за следователем НКВД, в котором и попадали вот эти дела. И он как раз и предупредил, что на деда написано заявление, донос. И поэтому это все было при мне. У нас в большой комнате, да и вообще во всех комнатах, раньше же было печное отопление, стояли высокие до потолка голландские заросовые печи. И вот, когда это издействие пришло, то это при мне было дело. Накануне разожгли эту печь в голландскую большую комнате, я помню этот огонь там, и туда стали бросать все документы. Вот, туда летели даже эти бумажные царские деньги, еще мне бабуся показывала их, говорит, смотри, какие были деньги, все туда в печь. Поэтому мы остались совершенно без документов, только эти с пастортами. Ну и действительно уже буквально, я не знаю, но, наверное, в ту ночь я была у деды бабуси, нас разводил стуга в дверь, вошли трое, по-моему, их было, еще понятой, дворник, что ли. Вот, сзади идей. Ну и тут началось этот обыск. Я, правда, сидела в большой комнате на стуле, молчу. Мне было уже, я с 29 года, мне было 7 лет. Это была весна, в общем, 37-го. И я, конечно, понимала, что творится, но на меня все это так было неожиданно. Я как парализованная или как гипнотизированная сидела и только смотрела, как выдвигались ящики, вот шкафа Дединова. Смотрели комоды. Комод у нас, в верхнем ящике был старинный красивый комод, на котором стояло громадное круглое зеркало. А вот в верхнем ящике, где все-таки что-то такое лежало, вот все это выбрасывалось, бросалось на пол. А потом еще главное – это Дедин письменный стол. Все-все, вот он тут у нас стоит, все ящики были вскрыты, замки все были взломаны. И оттуда все было вынуто. Ну, в общем, короче говоря, вот все это рыли-рыли, выращили-выращили, и потом сказали, чтобы дед заходил. А это была ночь, но уже светлое, расцвело. Я помню, когда его вывели во двор, сопровождали, значит, вот эти пришедцы, бабуся и я, вот во дворе стоял этот ворон черный, эта машина, которая, похоже, накрытая автобусом была. Вот. И дед вот в чем был, в том он и пошел. И когда мы спустились во двор, и он стал входить в эту машину, там сбоку была дверь, то деда сказал нам, оборачивайся, что это ошибка. И он завтра приедет. Вот. Ну, в общем, короче говоря, на другой день эти доносчики, и дядя Валя тоже, пошла, поехали и написали протест о том, что они обратно берут заявление. И я вот не знаю, отдали ли им заявление, но деду так и оставили. И это обвинение так за ним и осталось там. Вот. Поэтому, значит, дедю, конечно, нас в следующий день выпустили. Вот. И на второй, а на третий день бабуся взяла меня, и мы отправились на матросскую тишину. Матросскую тишину. Вот. Там был двор громадный, где собирались все, у которых были взяты родственники арестованные. И там, в этом дворе было такое окошечко, через которое давали сведения, куда отправили этих и родственников. Вот. Я помню, во дворе так много было народу, что стоять там было даже трудно, но была почти тишина. Все люди говорили шепотом. Вот. Бабуся меня подвела к этой окошечке, окошечке, ну, вот мне было 7 лет, да, там ступенечки три. И ей сразу выдали сведения, что дедю взяли в таганскую тюрьму. И после этого мы уже с бабусей стали ходить в таганскую тюрьму. И бабуся меня тоже брала. Вот. На передачи. Но, конечно, этого было мало, и бабуся сразу наняла одного из лучших адвокатов Москвы, Левина. Конечно, Левину очень хорошо заплатили, но он, как человек честный и уже слыша известностью как адвокат, он сказал прямо, я, говорит, познакомлюсь с делом, и если увижу, что дед не виноват, то я его возьму защищать. Если же в противном случае я откажусь. Ну, дед-то, конечно, был не виноват, тем более, что обратно взяли вот заявление доносчики. Поэтому мы связь держали, бабуся связь держала дедей через Левина. Левину были разрешены свидания с дедей. Он даже рассказывал, что когда дедя рассказывал про свое житье, бытие, и там, как его допрашивали, дедя даже плакал. Допросы были страшные по ночам, только по ночам, изнуряющие, не дающие совсем спать. А откуда ты знала про допросы? Это все дедя рассказывала. Хотя из него взяли подписку, когда он уже освободился, что он ничего, что там было, не сказал. Но как было не сказать, когда было, во-первых, на допросе дедю сажали на стул, а ему было 60 лет, выбивали стул из-под него, и дед падал, вот на нанес, ушевал. Или, например, ставили в комнате, и один следователь в одном углу стоял, другой напротив, и швыряли этого старого человека туда-сюда, туда-сюда. А дальше уже были изуверства, уже лезли в полость, ну, конечно, снаружи, брюшную, за печень, трогали печень, потом били в пах, так что пробили деду пах, и у него была грыжа, он вышел уже с грыжи. Ну, вот такие издевательства были год, а потом они прекратились, и деда как бы забыли. А зачем издевательство, что от него хотели? Чтобы он подписал, что он был против революции. И тогда его дед сказал, если бы я подписал, меня бы расстреляли, но мало этого, расстреляли бы и вас. Тогда забирали и жену, и детей. Поэтому дед и не подписывал, несмотря ни на что. Это уже был 1939 год, когда наконец назначили этот суд. Вот. Суд был, как бы, вот, тройка тогда судила. его вывели в зал судебного заседания по бокам конвы с шашками наголо. Как какого-то ужасного злодея. Вот. Ну. А кто был на суде из родственников? Был Левин в обусе. Бабусь. Больше никого не пускали. Вот. Вот. И на суде дедя оправдали. Оправдали. И он прямо из суда из зала его отпустили на волю. И я помню, я в это время гуляла, я ничего не знала о суде тоже. И вдруг смотрю, у нас посередине двора, у нас двор громадный, и посередине стоял корпус. И вот из-за угла этого корпуса с левой стороны смотрю, я даже не знаю, почему я в то время посмотрела, смотрю, появляется мой дедя. Я его не узнала, потому что он был очень седой, во-первых, совершенно, опухшее лицо, отекшее. но все-таки я уже почувствовала, что это деда и побежал навстречу. Вот, и мы обнялись, встретились, и все, и дед стал жить у нас. Но вот же сын, да, твой дядя, его сын. А что у него вот дальше, какая у него была судьба? Ну, точно не знаю, но, по-моему, его исключили из партии за то, что он написал на своего отца. Вот он ушел с этого завода и уехал в Севастополь. И там его достала война. И там уже он служил на катерах. Он погиб с десантом. Где? В Севастополь. Когда? В 42-м году. А он что сказал? Как он отреагировал? Я тебе скажу. Ничего не сказал. Вот сейчас он, конечно, там примирился. А тогда он его еще не простил. Это был 42-й год. Ты говорила, что он чего-то плохое сказал. Но я не буду это говорить. Я это не слышала. И не хочу это повторять. Ну, общий смысл. Что он сказал на смерть сына? что якобы он достоин смерти был. Вот так. А ты в детстве как это все оценивала, что происходит в твоей семье? ненавидела. не в детстве, а уже потом, когда он вышел. Ну, если сказать простым человеческим языком, ненавидела всю эту систему. Нет, но ты же в партии была? в партии. в партии. А да, в партии, откровенно говоря, я про это не вспоминала. Не вспоминала. И все равно, и в партии я была против этого всего режима. А как же можно было быть в партии, поддерживать как бы в основе организации, которая лежит в основе режима? и ну, я тебе скажу, что тетя Вера, когда мы хоронили бабусю, она сказала, я тогда была еще в партии, она меня спросила, как же ты могла, когда у нас все отняли, перейти на их сторону? Я не знаю, я ничего не ответила. Я не знаю, почему. Вот так вот агитация такая была сильная. Такая была сильная агитация. Но деда, я так о нем я темы никогда не затрагивала в партии. И мне кажется, если бы меня кто спросил тогда, то я бы тоже сказала, я не простила, я не не умею такое, не могу такое прощать. не 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 Продолжение следует...